Давайте я вам расскажу историю, совсем коротко. Была такая теорема, не середина, а интересовали, можно ли построить линейкой «Центр окруженности». На одну из это построили лекции. И Гильберг, великий немецкий математик, читал лекции, и в этих лекциях якобы доказал, что это невозможно. А именно он доказал так, что можно сделать так, чтобы была окруженность, и тень была бы тоже окруженностью, а центр переходил бы не в степень. Это нигде не написано, но слушатель этих лекций, Кавер, напечатал статью, которая говорит, что вот Гильберг это рассказал, а он это даже улучшил, он доказал, что если две окруженности, если две окруженности нарисованы, то найти центр нельзя. Это статья 1913 года. И так она много лет была. Но это просто неправильно. То есть, вот эти самые Агопиано-Федоров, они показали, что для некоторых пар окруженностей найти-таки можно. Хотя существует, тем не менее, что говорил Кавер, существует такое преобразование этих окружностей, для которых окружность переходит в окружности, а центры не в степень. Но вот это просто неправильно, и есть какой-то кримияр. Ну, я не могу сейчас его дорисовать, но есть конкретные совершенно окружности, для которых центр построить можно одной или две. А для других нельзя. А ошибка, на самом деле, в чем разница между этим примером и тем? Что здесь у нас было много, прям, много было целых таких семейцев преобразований, что мы могли это все-таки немножко встретить. А с двумя кругами этого семейства нет, там есть только одно преобразование, которое я издвигаю. И поэтому это рассуждение не исправляется. Там, на самом деле, заметили проблему в доказательстве, там еще в 50-м каком-то году, но тоже не разобрались до конца, а просто убедились, что утверждение не верно. Вот, как раз, самая Акопианочка. Кстати, если вы когда-нибудь будете заниматься профессиональной математикой, то, значит, важное такое место, которое вы должны создать, называется Акопианочка. Если вы там напишите Акопианочка и Федоров в поиске, Акопианочка, Федоров и Акопианочка, то вам покажут статьи. И там прямо найдено все это построение, что объясняется, как его сделать, и вот такая... Интересно, что во всех книжках, которые я видел, это рассуждение, которое Коля нам пытался тут продать, Оно там написано, и никто совершенно ничего не слышал ни словом, ни духом, все прям за чистую монету его принимают, пока вот бдительные товарищи не заметили, что там на самом деле есть ошибка. И ну и не исправили это, естественно. Ну, если на самом деле есть ошибка, то ее уже сложно исправить, но надо сначала было ее заметить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.